Ну и более подробно тему касательно потерь российской армии, ну и конечно же обсудим ситуацию на фронте с военным экспертом Сергеем Грабским. Он уже на прямой связи с нами. Сергей Радов приветствует. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Вот хочу отметить и как раз начать нашу дискуссию с материала, который подготовила Анастасия Волкова, наша коллега, показав работу гаубицы М777. Очень нужная гаубица, которую не раз просили помощи в предоставлении этой военной техники в том числе. И вот она сейчас работает, очень точечно работает непосредственно по боевым складам и по пунктам сосредоточения российских военных. Но все равно военные и главнокомандующие вооруженных сил Украины Валерий Залужин сообщает о том, что очень огромное преимущество в количестве россиян на фронте. И если я не ошибаюсь, чуть ли не в три, а то и в пять раз превышает количество как личного состава, так и артиллерии на фронте. Но все равно стоит отметить качество вооруженных сил Украины и их работы. Вот чтобы еще больше давать отпор, речь идет только о количестве гаубиц, либо о количестве техники, либо о количестве личного состава. Как вы видите это? Ну знаете, здесь, скажем, неправильной практикой было бы пытаться достичь паритета по количественным показателям. Потому что война это все-таки война 21 века, война интеллектуальная, война высокотехнологичная. И мы противостоим противнику, который проповедует, как были, исповедует каноны войны 20 века, где количество играло значительную роль. Но эта война показала, что количество не является преимуществом глобальным и полным. Но здесь мы можем победить, используя именно качество. И бороться именно за то, чтобы мы достигли паритета, не надо. Здесь речь идет о том, как интеллектуально можно использовать то, что мы имеем на сегодняшний день. И как мы можем использовать те достижения науки, которые сейчас используются. Если говорить в частности об артиллерии, то мы, например, уже в этой войне перевернули каноны такого понятия, как контрпатарейная борьба. Потому что противник не имеет возможности бороться с нашей артиллерией на сегодняшний день. Следующее направление – это использование систем залпового огня, которые тоже очень важны для нас. И современные системы залпового огня, такие как Хаймерс в частности или М270, они превосходят по показателям, по скорострельности, по маневренности показатели систем залпового огня, которые используются в России. Можно сказать так, что одна установка Хаймерс может противостоять целой батарее российских систем залпового огня. И, в принципе, может бороться с целым дивизионом, даже исходя из того, как быстро перезаряжаются эти системы Хаймерс. Поэтому речь не идет о количестве, речь идет о качестве. И именно качеству сейчас определяется особое внимание, и именно качеству посвящены те занятия, которые проводятся с нашими военными. Не только в Украине, но и на полигонах на Западе и в Соединенных Штатах, где они проходят сейчас подготовку. На самом деле, по поводу качества очень важная информация, но, тем не менее, благодаря количеству Российской Федерации удается, ну, скажем так, немножечко время потянуть. Как долго это может удаваться с помощью такой тактики, и что может этому помешать? Возможно, еще дополнительное вооружение для Украины? Да, безусловно. Дополнительное вооружение это безусловно, но, опять же, возвращаясь к тому, в чем мы начали, о качестве, нужно понимать, что, конечно же, мы будем продолжать нашу активную борьбу на линии фронта, конечно же, мы будем уничтожать противника, который непосредственно нам противостоит. Но, опять же, нужно понимать простую вещь, что не может стрелять танк, который не имеет топлива, не имеет снарядов, не может двигаться, не может воевать. Поэтому вот эти количественные показатели Российской Армии могут быть снивелированы применением более дальнобойных систем вооружения, которых Украина сегодня просто требует. Эта логика действий подвела нас к тому, что необходимо бороться не с последствиями, то есть уже не с противником, который на фронте, только, а также наносить удары в глубину его оперативных боевых порядков и, возможно, уничтожать и стратегические объекты. Поэтому здесь речь идет о том, что мы на сегодняшний день нуждаемся в более дальнобойных, в более высокоточных системах. В том числе это необходимо для поражения стратегических объектов Российской Федерации, для того, чтобы избежать тех последствий ударов ракетами, которые противник до сих пор проводит по нашей территории, по нашей критической инфраструктуре. И именно этот комплекс нам необходим. Больше вооружения, безусловно, но качественного и более дальнобойного. Также стоит отметить, я добавлю информацию и для наших зрителей, которые, вероятно, находятся и в Российской Федерации в том числе, что около 1 миллиарда долларов потратила Российская Федерация на запуск очередных, на очередной запуск ракет по Украине. Это привело к тому, что, если брать столицу, в городе Киеве 6 часов не было света, не было воды, а около 8 часов не было света. И вот тут россиянам нужно задать вопрос своему лидеру, а стоит ли это таких денег и зачем это все делается? А я напомню, что тратятся деньги российских налогоплательщиков, но не об этом. Напомню, стоит ли эти 6 часов Киева без света, годового бюджета города Омска, к примеру, или так такого, как город Омск. Годового бюджета. Города без дорог и без инфраструктуры. Но не об этом. Это мы можем долго, Сергей, разговаривать, но сейчас не об этом, сейчас больше о потерях россиян. Валерий Залужный, опять же, ссылаясь на него, говорит, что сейчас идет подготовка 200 тысяч российских военных. И, возможно, может быть повторное наступление полномасштабное с нескольких направлений, как раз и на город Киев. Ну, грубо говоря, повтор 24 февраля нынешнего года. Скажите, пожалуйста, в данном случае, если я не ошибаюсь, 140 тысяч человек было тогда на границах с Украиной до 24 февраля, 140, по-моему, около того, если сейчас готовят 200 тысяч, насколько это может усложнить работу вооруженных сил Украины по защите территории Украины? Я имею в виду Черниговское направление, Сумское, Харьковское. Ну, безусловно, нужно понимать, что количество никто не отрицает. И это количество может создать определенные трудности для действий украинских войск. Но, знаете, одно дело противостоять сотне противника, и другое дело пяти устанут противника. Это просто будет требовать большего ресурсного обеспечения оборонительных операций украинской армии. Но нужно понимать, что в данном случае мы имеем ситуацию не тепличных условий до 24 февраля, я имею в виду российскую армию. А мы имеем ситуацию, когда украинская армия отмобилизована, готова и знает, с кем и где она воюет. Мало того, если раньше даже не рассматривался вопрос о нанесении ударов где-то по локациям вне территории Украины, то сейчас во всем мире не существует даже сомнения в том, что Украина как страна имеет право на защиту, и она имеет право уничтожать военные объекты там, где она считает это нужным. Таким образом, любая попытка российского военно-политического руководства повторить операцию 24 февраля, они безусловно могут это сделать, и никто в этом не сомневается, что они могут осуществить такую попытку. Она будет выглядеть, в общем-то, как авантюра, которая просто приведет к колоссальным жертвам среди личного состава. Ну и у меня возникают, знаете, глубокие сомнения в способности после этой авантюры российской армии вообще к каким-то активным боевым действиям. Также вот хотела озвучить информацию, мнение о возможном повторе, скажем так, попытке повторить подвиги, которые таки не были совершены со стороны российской армии. Крайне маловероятно, что российские войска смогут взять Киев, даже если снова нападут в территории Беларуси. Все об этом заявили в Институте изучения войны, и там отметили, что армия Российской Федерации не смогла закрепить свои успехи. В Украине потеряла более 70 тысяч квадратных километров временно оккупированной территории с момента ухода из-под Киева. Кроме того, она не установила преимущество воздухе и в значительной степени исчерпала свой арсенал высокоточных боеприпасов. Поэтому в случае повторного наступления на север Украины российские военные вряд ли будут более успешными зимой 2023 года, нежели в феврале 2022 года, подчеркивают аналитики. Давайте услышим цитату и продолжим обсуждение. И значит ли это, что... Если все-таки каким-то образом Российская армия еще решится на попытки такого наступления, то их потери будут еще более сокрушительными, нежели при первой попытке? Да, безусловно. Да, безусловно. И здесь уже в этой статье упоминались так называемые узкие места, которые существуют на границе между Белоруссией и Украиной. И нужно понимать также, что даже накопив огромное количество войск, эти войска будут двигаться по уже давно определенным и всем давно известным направлениям, которые подготовлены к обороне. И поэтому, несмотря на количество, они не смогут пробиться близко к Киеву и фактически будут обречены на поражение, потому что будут ограничены в своем маневре. И сосредоточение ударов не только по наступающим колоннам, а также по тыловым районам сосредоточения, базам снабжения, оно произойдет еще к более катастрофическому поражению в Российской армии, по сравнению с тем, которое они получили весной этого года под Киевом. Поэтому, я подчеркиваю еще раз, безусловно, такая попытка может быть осуществлена, но эта попытка будет подобна, в общем-то, авантюре. И такая попытка может рассматриваться как преступление против того народа населения, который населяет сейчас тот объект международного, субъект международного права, который называется Российская Федерация на сегодняшний день. То есть это будет просто уничтожение людей, и они должны об этом задуматься. Продолжение следует... И это лишь говорит о том, что это безвыходность. Но стоит отметить, что... Безвыходность Российской Федерации. Но стоит отметить, что в нашем эфире вчера представитель главного управления разведки и обороны Украины Андрей Юсов сообщил о том, что пока что не наблюдается сильная активность, но подтвердил, что ведется возможная подготовка, обучение 200 тысяч российских военных. И также мы помним, что 19 декабря Владимир Путин едет в Беларусь для того, как говорят аналитики Института изучения войны, для того, чтобы в очередной раз попытаться переубедить Беларусь вступить в полномасштабную войну против Украины. Кстати, Андрей Юсов в нашем эфире, когда говорил касательно наступления на территорию Украины, он также высказал и свое мнение. Давайте услышим первоисточник прямо сейчас. Если Путин решится и на этот безумный шаг, поскольку тут говорить о логике не приходится, сам факт и аннексии Крыма, и событий на Донбассе, и позже, когда мы увидели полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, это безумие, это нелогично. Это то, что убивает самих русских, разрушает их экономику, перспективу развития. Но, тем не менее, безумный диктатор и пошел на эти шаги. Если он пойдет на какие-либо другие безумные шаги, Украина знает, как обороняться и как его останавливать. Возвращаемся к общению с Сергеем Грабским, военным экспертом. Сергей, буквально две минуты остаются до конца интервью. Смотрите, сейчас российская пропаганда теряет уже свое доверие от российских зрителей. Потому что, несмотря на то, что в эфире российских каналов не говорят о боевых потерях российской армии в Украине, говорят, что там все прекрасно, ежедневно по десятке тысяч украинцев погибают, так далее, вот эти все выдумки. Но информационная составляющая интернет, социальных сетей, она уже преобладает в Российской Федерации. В том числе и телеканал Freedom также смотрит в Российской Федерации, понимая, что происходит на самом деле. Скажите, пожалуйста, какой сейчас должна быть информационная кампания, чтобы в итоге вот эти 200 тысяч потенциальных российских военных, которые, возможно, будут наступать повторно в следующем году, осознали это и добровольно сдались в плен, понимая, что их здесь ждет. Либо же как-то выступили против своего военного командования, которое дает, извините на слово, идиотские указы, просто идти на войну в чужую страну. Как вы это видите? Знаете, несмотря на то, что я полностью согласен с вашими эмоциями, и мы с вами судим ситуацию с позиции здравого смысла, на сегодняшний день вследствие масштабной пропагандистской кампании, мы не можем говорить о том, что существует какой-то месседж, благодаря которому вот эти 200 тысяч откажутся воевать. К сожалению, к огромному сожалению, только большие потери россиян могут привести к тому, что они осознают в конце концов бессмысленность этой войны, которую они уже давно проиграли, и которую ведет против них собственное руководство, которое возглавляет Кремль на сегодняшний день. Поэтому все, что мы можем делать, это предлагать и на таких площадках, как это, одуматься и прекратить бессмысленное сопротивление, прекратить бессмысленную войну и признать свое поражение. Но, к сожалению, пока информационная машина Кремля работает на полную мощь, и за это россияне должны расплачиваться своей кровью жизнями своих родных и близких. К сожалению, есть некоторые проблемы со связью, но, тем не менее, нам удалось получить интересную информацию. Сергей Грабский, военный эксперт, был с нами на прямой связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok